Девушки отдыхают Я подгоню погрузчик с цепью, возьму им бревно и приподниму им другое бревно. Затем мы возьмем одно из бревен на дне ямы, подвесим его на тросах и подтянем кверху. Поднимаем его. Я познакомился с Джошем в баре раз ночью. Мы там пили. Это бревно, наверное, весит килограммов 400 или 500. Джоша прозвали самогонщиком, и я хочу научиться гнать самогон. Поднимаем его. Так его. Гнать самогон незаконно, ну и пусть. Меня всегда влекло к этому делу, и мне нравится его незаконность. Черт, Колт, осторожней с ним. Это бревно там едва держится, а трос может в любой момент лопнуть. Аккуратней. Ладно. Оно страшно тяжелое. В этой работе мне нужна помощь. В этом году я хочу повысить выработку, но я поздно начал. Поэтому тем больше пользы от помощи Каза и Колта. Все сделав, мы сможем гнать больше виски и больше зарабатывать. Вот так. И закрепим эти бревна здесь, наверху? Да, бревна установлены. Они очень большие, очень прочные. Теперь их надо подпереть, покрыть бункер железом, застелить резиной, насыпать земли, и он станет незаметен. Где ты научился строить, сам? Невелико умение. Такое просто так не построишь, это надо уметь. Я всегда это умел. Да. Ладно, ставим сюда подпорку. Ты слышал? Пчелы, что ли? Джош, слышишь? Какой-то гул. Да, вон там. Он идет из тех деревьев. Не знаю, что это. Жужжит, словно рой пчел. Точно. Над деревьями что-то двигается. Это дрон, дрон, смотрите, это дрон. Чей бы он ни был, он близко к нам. Чем больше народ узнает про твою винокорню, тем больше опасность погореть. Плохо. Да. А где он теперь? Видно, улетел куда-то. Да, хитро. Кто-то знает, что мы здесь и что-то строим. Пока тут только стройплощадка, но если кто-то узнал про нее, то когда мы уйдем, они наверняка явятся разнюхивать, что мы тут строим. Увижу эту свинью в небе снова, собью ее. Я вложил в эту винокорню слишком много труда, чтобы бросить ее из-за какого-то дрона. Я должен ее достроить и работать в ней вечно. Береги, шатаются. Так и прибьет. Не прибьет. Держи его. Хорошо. Деньги. Деньги. Загоняй его туда. Как по мне, вроде сойдет. Когда я столько лет строил высокосложные винокорни, это выглядит чудно. Так, теперь кладем. Это не самая простая постройка, но зато винокорня выйдет классный, а самогон – одним из лучших. Давай. Еще пару ударов. По-моему, ничего. Хорошо. Что дальше? Теперь просверлим там дыры и забьем туда костыльи. Поехали. Да. Все балки опоры установлены. Теперь сверлим дыры. Вбиваем костыли и покрываем железом. Строим мы с тобой чугунку. Бери. Да, сейчас. Я ее запросто. Так. В соседнем штате Северная Каролина Джош с помощью каза и колта покрывает свою винокорню-бункер крышей. Бей, давай, бей! Это же тебе не гольф. Он изолирует яму непромокаемым прорезиненным материалом и спрячет бункер под слоем земли. Насыпайте как можно ровнее. Слоем сантиметров в пять. Я не очень уверен в результатах. На каждой подземной винокорне, где я бывал, пахло затхлостью и плесенью. И я убегал. Так что я применяю все мыслимые меры против этого и делаю вентиляцию. Это выглядит неважно, и это масса работы, но сегодня отличный день. Мы сделали крышу. Сейчас закончим и начнем устанавливать куб. Джош! Что? Что это? Этот чертов дрон вернулся. Мы не делаем ничего незаконного, только копаем и строим. Но мне совсем не хочется, чтобы после того, как я начну гнать самогон, кто-то знал, где я. Вон он, там. Он пошел влево, медленно. Я уже сказал, что если я увижу его снова, я его собью. А я человек слова. Есть! Он попал. Попал? Да. Пути назад нет. Где он? Здесь его обломки. Он там? Да. Хорошо. Метка. Где он там? Вот твоя добыча. Детский дрон. Да, детский. Да. Точно. Снайпер детский. Этот дрон дешевка. Кто-то может следить за мной, но это явно не самолет-шпион. Не знаю, чья это штука. Но она к нему не вернется. Теперь этот дрон сбит и уже не доставит нам хлопот. Можно вернуться к работе и гнать самогон. Мы почти закончили. Почти готово. Мы почти закончили.